Цена террариумов в магазинах достаточно велика, но каждый из нас его способен сделать собственными руками, даже если руки растут не из того места. Мне вообще в принципе стало интересно приложить свои руки к созданию дома для юблюфара и посмотреть что из этого получится. Первое что я сделал так это зарисовку террариума на листе бумаги, чтобы примерно представлять что вообще хочу получить. Потом прикинул размеры, минимальный размер для одного взрослого ЭО составляет 30 на 30 длина ширина и высота также 30 сантиметров. В террариуме обязательно должна быть вентиляция, чаще всего вентиляцию устанавливают на передней части террариума, под дверцей и сверху на противоположной стороне террариума, но меня это не устраивает. Я часто фотографирую своих питомцев и снимаю видео, поэтому проточную вентиляцию решил установить по бокам террариума. Следующий этап это размеры каждой стенки. Нужно точно рассчитать размер дна террариума и каждой из сторон. При этом стоит заранее определиться с толщиной стекла, ведь толщину самого стекла очень важно учесть в расчетах. Когда все свои расчеты произвел, стал перед выбором клеить террариум из старого оконного стекла, которое можно достать совсем бесплатно или использовать новое. Так как моя цель была не экономить, а сделать своими руками, я стекло заказал. Думал, что это будет проблематично, но казалось, что не так уж и сложно. Просто набрал в интернете название своего города и слово «стекло». Перешел в группу ВК и написал продавцу о том, что мне нужно стекло и скинул подготовленные размеры, которые заранее посчитал. Уже на следующий день все было готово. Новое нарезанное стекло мне обошлось в 880 рублей. Склеивал стекла с помощью аквариумного силикона, который у меня давно уже лежал. Не очень сложное занятие склеить стекло, но рука еще не набита. Конечно, были корявки. Следующий вопрос, с которым столкнулся, это вентиляция. Точнее, из чего ее все-таки делать? Многие используют перфорированные полоски из нержавейки или металлическую мелкую сетку. У меня, увы, под рукой ничего подобного не оказалось, но у меня было немного оргстекла. Именно его я и решил использовать. Нехитрым способом сделал в нем отверстие и вуаля. Силикон и вперед клеить. Остался последний шаг. Это дверцы. Для того, чтобы сделать дверцы, я купил направляющие. Хотел пластиковые, но в ближайшем магазине не нашел. Пришлось покупать алюминиевые. Метр шестьдесят за сто тридцать рублей. Большая часть направляющей осталась, возможно, понадобится для следующего проекта. Почему не хотел металл? Дело в том, что стеклянные дверцы по металлической направляющей ходят неплавно. Для того, чтобы этого избежать, направляющий вклеил прозрачный скотч. По бокам направляющих сделал упоры, надрезав и загнув металл, чтобы дверцы не выпадали. Я люблю древесину, поэтому ручки на дверцах решил сделать деревянные. Стоимость таких готовых а-ля ручек 10 рублей. На самом деле, в магазине эти деревянные пупырышки называются заглушки. Ну и чтобы как-то разбавить стекло древесиной, в террариум вставил небольшой кусочек этого материала. Кстати говоря, у этого террариума и ножки я также сделал деревянные. Они нужны для того, чтобы террариум в дальнейшем не стоял на греющем коврике. Теперь также на силикон креплю направляющие с дверцами, и сам террариум готов. Осталось убрать лишний силикон с помощью лезвия. Ну и что мы там делаем? Ну-ка давай вылазь. Это не для тебя домик. Тебе там нравится, да? Тетя Мотя, выходи. Теперь террариум нужно подготовить к заселению. К счастью, у меня остался коврик типа газон от террариума для углефара от же Хикари. Если вы пропустили это видео, обязательно посмотрите ссылка на видео сейчас на ваших экранах в правом верхнем углу. Этот так называемый газон не обязательно укладывать. Можно использовать салфетки или бумажные полотенца. Некоторые любители углефаров используют окатанные камни, но у меня он есть, и его использовать надо, чтобы не лежал без дела. В качестве укрытия я размещу кокосовую скорлупу, которая осталась от съеденного кокоса. Также у меня есть немного коры пробкового дерева, она также будет здорово смотреться в террариуме. Оформление террариума дело интересное и на самом деле творческое. Тут оставит живые или искусственные растения. Если есть коряги, можно использовать и их как второй ярус. Укрытия будут находиться над ковриком с подогревом. Нам еще необходима маленькая миска под кальций. Ее я сделаю из дерева, обрежу лишнее и зашкурю. Еще одна миска необходима для воды. Древесину использовать не буду. Конечно, можно ее сделать из камня, но не хочется заморачиваться с этим. Да и нужного инструмента у меня сейчас под рукой нет. Как вариант, можно использовать любую небольшую емкость. Ну или, конечно, купить. Цена на небольшие миски, подходящие для углефаров, везде разная. От 250 до 600 рублей. Не буду на этом экономить и куплю. Что касается влажной камеры, она обязательно должна быть. Ее можно сделать из лотка с крышкой, так я и сделаю. Но на время, а чуть позже, в этот террариум все равно поставлю нормальную влажную камеру. И не потому, что из контейнера плохая, а просто мне не нравится внешний вид самодельных камер. В целом, дом для углефара готов. И наверняка те из вас, кто следит за выпусками на канале ПАР, уже догадались, для чего он мне вообще нужен. У отжихи Кари появится невеста. Она еще совсем маленькая, ей еще расти и расти. А вот как она будет расти, вы сможете наблюдать не только здесь, но и в инстаграме. Ссылка на инстаграм в описании под этим видео. Пожалуй, остается самое важное. Это обогревающий коврик. Но как его сделать своими руками, я покажу в другом видео. На этом у меня все. Всего доброго вам и вашим близким. И до новых встреч на канале ПАР. Субтитры сделал DimaTorzok